Очень странные дела в подконтрольной РФ Абхазии. Там разразились антироссийские протесты. К зданию местного парламента пришли тысячи противников подписания инвестиционного соглашения с российскими олигархами. Они сломали забор и прорвались на территорию. Начались потасовки с силовиками. В 2008-м Абхазы радовались нападению российской армии на Грузию, а теперь почему-то недовольны сближением с братской Россией. А мы так не договаривались. Это соглашение, которое хотят ратифицировать, дать олигархам безмерные льготы в Абхазии, дать им зеленый свет на распродажу Абхазии. Это соглашение будет остановлено. Еще раз повторюсь, никто не отступает. Мы будем только наступать. Есть только один выход, и мы его предложили. Это вполне цивилизованный вариант разрешения событий. Аслам Жаня, как проводник всей этой антинародной политики, имеет возможность через несколько месяцев принять участие в президентских выборах с этой повесткой. Если народ Абхазии в абсолютном большинстве его поддержит, это будет понятно, тогда мы с этим смиримся. Если же нет, то тогда эта повестка раз и навсегда исчезнет. Я так полагаю, что и Аслам Жаня, и его окружение прекрасно понимают настроение общества. Они понимают, что на президентских выборах у них нет никаких шансов. Поэтому они пошли на вот эти устрашающие якобы меры. Но эти меры устрашения, они никого не напугали. Более того, они спровоцировали те действия, которые мы сегодня наблюдаем. Конечно, еще раз повторюсь, мы не поддерживали, не поддерживаем и не собирались поддерживать такого рода акции. Но это вынужденная мера. Я прошу наш народ с пониманием к этому отнестись. Потому как все эти годы, занимаясь политической деятельностью, все граждане могут подтвердить, что мы были приверженцы именно мирной политической активности. Все наши акции носили мирный характер. Но власть сама спровоцировала ситуацию. Мы неоднократно предупреждали, что ситуация может выйти из-под контроля. Она вот сейчас и выходит из-под контроля, потому что большое количество людей уже здесь находится. Еще большее количество людей направляется туда со всей Абхазии. Это родственники, это друзья, это небезразличные граждане. И тенденции уже становятся. Ну, своими руками все делают. Здесь нет нацизма. Нет нацизма. Фашизм присутствует на Украине. Не надо идти сюда воевать. Дай бог сил здоровья вернуться, дать им бой до самого конца, чтобы прекратить вот этот бардак, который там происходит. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Мы не готовы врать, а они готовы. Вот поэтому так и получается. Уважаемые друзья. Нет у тебя больше никаких друзей, Володя. Последние подкаблучники и отвернулись после объявления мобилизации. Обращаюсь сегодня к вам. Ко всем гражданам нашей страны. Вставайте, родненькие. Вставайте, пацаны. За яхты, за дворцы. Все это под угрозой. Идет большая, трудная боевая работа, которую выполняет с честью наши военнослужащие. Ну, если коротко. У нас было 150 тысяч. Теперь их там нет. И нам нужно еще 300 тысяч. Это так, в двух словах, если что. Наши пацаны, наши сослуживцы, мы едем. Мы не лохи, мы не черти. Мы поедем все. И будем защищать Россию. Нам по***. Вы за мобилизация? Я за мобилизацию. Вы готовы воевать? Я завтра уезжаю. Куда? В какой город? В Украину. Какая разница? Какая тебе по***? Какая разница? Я за Россию. Я ведеран. Я зашли. Мутина, да? Мы поедем все. И будем защищать Россию. Мне думается, что у каждого поколения может быть не только 41-й год. Но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа в 45-м. Мы не можем проиграть современным нацистам, фашистам и бандеровцам. Откройте дверь! Чтобы вас разорвало все. Генерал Бойко! Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Призывной возраст подняли. До 60. Кто поднял? Приседент. Вы же сами с него голосовали. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству. Кто грозит расчленением и порабощением нашей родины, нашему отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку. Это не неизбежность. Я знал об этом лет за 20. Еще ты не родился, может быть, или родился уже, но еще ничего не понимал. А мне уже было понятно, что война будет. Блуд был большой. Блудили все. Все грешили, 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 грешили. Господь взял, всех наказал. Вы что, не знаете об этом, что ли? Армия не учит убивать. Армия учит любить кусок хлеба и один час личного времени. Вот зачем армия нужна. Я уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Ленин был тем врагом, который был готов на все, вплоть до превращения мировой войны в гражданскую. Только Ленин объявил, что мы хотим, чтобы мировая война стала гражданской. То есть перенести пожар большой войны внутрь своей родины можно было быть только совершенно нерусью какому-то. Да, он таким был. Украина имени Владимира Ильича Ленина. А мы никто об этом даже не догадывались, что такие люди бывают. Поэтому партия большевиков была той сознательной силой исторической, которая поставила фишку на уничтожение исторической России. Я в свое время положил рядом Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строительства коммунизма. Это было самое уникальное открытие моей юности комсомольской. Один в один переписали. Никакие санкции не потерпим. Не потерпим никакого унижения наших граждан. И защитим русских в любой точке земли, особенно в соседней Украине. У наших границ Новороссии ЦРУшники, бандеровцы и нацисты подожгли новую войну. Мы прямо сегодня заявляем, что мы не дадим в обиду Новороссию. Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, вы можете прекратить войну, вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У нее есть два исхода. Или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе – это вопрос нашего исторического выживания. И каждый в этом зале и в стране должен реально оценивать происходящее. В России живет только Иисусом Христом. Если забрать Иисуса Христа из России, Россия тут же рассыпется при всем своей нефти, балете. Это хорошо знают наши враги. Иисус Христос всегда боролся за тех, кому тяжело, сложно, за сирых, нищих, убогих и так далее. Если бы он сегодня был жив, он бы вошел в нашу манифестацию. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...